Всем привет! Вы видите Лёшу Халецкого. Я в прикиде торговца наркотиками. Хотя кого я обманываю, откуда я вообще знаю, как выглядят торговцы наркотиками, откровенно говоря. Ну, в общем, очередной выпуск о рубрике Лёша смотрит. Так, придержим, чтобы не упал тут на всяких лежачих полицейских. Сходили на фильм «Великолепная семёрка». Этот фильм, ремейк, тоже «Великолепной семёрки» 1960 года с Юлом Бринером, Энтони МакКуином, Чарльзом Бронсоном, который, в свою очередь, является ремейком адаптации, по-моему, 1954 года фильма «Семь самураев» Акиры Курасавы. Причём, хотя недавно смотрел... Ну, как недавно, это полгода назад случайно наткнулся на «Семь самураев», с удовольствием посмотрел в очередной раз. Конечно, он немножко устаревший уже, там, чёрно-белый и прочее, но за счёт этой японской такой специфики очень даже неплохо смотрится. Ну, в любом случае, в 2016 году ремейк «Великолепной семёрки», и я думаю, что и в дальнейшем будут подобного рода фильмы выходить, потому что сюжет, по-хорошему, вечный. Постоянно режиссёрам будет хотеться к нему вернуться. И даже вот эта бесславная «Восьмёрка» Квентина Тарантино, которая год назад выходила, это хоть и не ремейк, но, по-хорошему, это как бы выворачивание наизнанку сюжета «Великолепной семёрки». То есть, как бы всё противоположное сделано так. Ну, всё просто. Есть проблемы там у каких-то фермеров или ещё у кого-то, они нанимают ковбоев, шерифов. Ну, в любом фильме это по-разному сделано. Там набирается команда вот этой «Великолепной семёркой», и они решают проблемы. Я, когда шёл на этот фильм, я прекрасно знал сюжет, грубо говоря, я прекрасно знал, что будет там происходить. То есть, ждать от этого фильма каких-то откровений точно не стоит. То есть, это для любителей вестернов и, что ли, экшена, и даже, как это сказать, вот такого стиля фильмов, где идёт преодоление себя, что ли, вот когда люди помогают другим людям. Ну, вечный, даже библейский сюжет. Не только «Великолепная семёрка 60-х» к этому возвращение, ну, использовала «Семь самураев», много-много, просто «Великолепная семёрка» вот эта 60-го года, она самая известная. Хотя лично мне, например, больше нравится фильм Клинта Иствуда «Непрощённый» 92-го года, который «Оскар» получил как лучший фильм. Там тоже отличный аксёрский состав. И сюжет там более, что ли, такой замысловатый, если хотите. Там проститутки собирают деньги на то, чтобы нанять «Великолепную семёрку», которая отомстит за то, что один чувак почикал лицо одной из проституток. Ну, в общем, более жизненный, что ли, сюжет. Эта «Великолепная семёрка» очень проста. Тут главное, интересно это смотреть или неинтересно. Мне, например, вполне фильм понравился. Единственное, что меня в нём несколько смутило, это концовка. То есть, во-первых, затянуто, во-вторых, всё-таки они тут дали слабину в плане сюжета. Не веришь ты тому, что происходит, мягко говоря. Конечно, там в любом вестерне много натяжек. То есть, там и так и не стреляют, и люди так не падают, и так и не скачут. То есть, это всё понятно. И когда это всё упрощается для того, чтобы людям было интересно смотреть, я не против совершенно. Но когда есть провалы в сюжете, когда там появляется бог из машины в очередной раз, и когда у тебя возникает вопрос, почему этого бога из машины нельзя было раньше использовать. Ну, в общем, не хочу спойлерить, но немножко туда не идти. И немножко затянута финальная разборка со злодеем. Чуть, чуть затянуто. Но, в принципе, там я что ожидал от фильма, то и получил. Вестерн, стрельба, погони. Нету, слава богу, каких-то пафосных разговоров. Все разговоры очень быстрые. Всё, всё, что, знаете, такие геройские, когда там ковбои становятся в позу, сплёвывая сквозь зубы, знаете, и говорят какие-нибудь такие, типа, смешные вещи, вот такого плана. Ну, актёрский состав, по-моему, очень неплохой. Главного пафосного ковбоя играет Дензел Вашингтон. Главного шута, как и во всех своих фильмах, играет Крис Пратт. Собственно, Крис Пратт играет Криса Пратта в очередной раз. Кто там, Итан Хоук, Винсент Д'Онофрио. Очень неплохо. В этих фильмах ещё, что очень важно, что все персонажи, там, великолепные семёрки, или семь самураев, вот эти семь самураев, они очень хорошо прописаны. То есть у каждого самурая есть своя история. Ты, когда глядя на него, ты, ну, примерно себе представляешь, кто он, что он, откуда он пришёл. Причём это всё, ну, очень легко подаётся. Ну, и в этом фильме то же самое. То есть ты... Это не какие-то семь ковбоев абсолютно одинаковые, которые различают только шляпами. Ты, примерно, представляешь их историю, их темперамент, их характер, и, ну, находишь своего любимого персонажа в этом фильме. А мне, пожалуй, играть это Винсент Д'Онофрио, который боги послали великанов, чтобы защищать землю, бороться со злом. Такой огромный персонаж. Но, с другой стороны, этот фильм не показывает ничего нового абсолютно. Это и ремейк, и в плане экшена. Если, например, Мэд Макс «Дорога ярости» задал новую планку для фильмов такого типа, да, то эта великолепная семерка просто, ну, снят на более качественную пленку, более какие-то качественные взрывы там сделаны, но, по-хорошему, это не какой-то оригинальный новый фильм. Вот мне захотелось пойти сейчас на вестерн. Вот идет великолепная семерка. Почему не посмотреть, не потратить время? Ну, я такого типа фильма просто люблю. Но если вы ждете чего-то нового, оригинального, то это точно не фильм. Фильм не для вас. Точно. И провести время за экшеном вполне, я считаю, нормальный, хороший фильм, чтобы потратить на него время выходных. Тем более, с того, что сейчас идет, мы ни на что... Ну, может, Бриджит Джонс третий, вроде как по отзывам неплохая камень. Но это семейный фильм, это не экшен, вы понимаете? Так что, мне кажется, «Воликолепная семерка» вполне хороший, добротный фильм. На этом все. Вы видели в тени, в капюшоне Леши Уколецкого. Смотрите интересное кино и подписывайтесь на мой канал. Пока.